Покормила его. Он еще совсем ребеночек, ему нужно помочь. Кажется, он понимает где-где-где. Это очень печально для меня и не смогу, наверное, это переживать. Ребята, он точно рождается! Вот, я прямо сейчас снимаю, и он прямо на стриме. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут очень необычные питомцы, которых мне недавно подарили. Это бабочки. Их нужно беречь от собак и кошек, поэтому пушистики сейчас не в этой комнате. И сегодня я расскажу и покажу, кто родился, первую ночевку, и самое главное, это первое в жизни кормление бабочки. Морфа, ты что так крылышки странно расправил? Короче, я расскажу, что и как, так что подписывайся на мой канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики о питомцах, и начнем. Итак, самым первым родился Морфа. Это одна из самых красивых бабочек в мире. У него размах крыльев 16 сантиметров. Это мальчик. Я решила его так и назвать, Морфа, но иногда я называю его Морфуша. Я прочитала, что у девочек как раз менее яркие, и они более крупные. Грустно то, что Морфа родился с некоторыми повреждениями крылышек, но такова природа, и мы ничего с этим поделать не можем. Точно так же, как кто-нибудь из куколок может вообще никогда не родиться. Но, по крайней мере, Морфа может летать. И после того, как мне подарили такой подарок, я стала изучать вообще эту тему фермы бабочек, и узнала, что бабочки рождаются где-то от двух дней до двух недель. Мы никогда не можем предугадать, когда это случится. Вот, например, рождение Морфуши я пропустила просто потому, что я была не в комнате. Родился первенец! Как это? Я не засняла его вылупление! Так обидно! В общем, через два часа только после его рождения можно его оттуда достать. Также в инструкции написано, что банку нужно будет после этого помыть. Вот так выглядят его коконы, с которого он вылупился. Вот такая вот открывшаяся куколка. Два часа с рождения Морфа прошло. Сейчас нужно открыть крышку и помыть банку. Я надеюсь, конечно, что он сам вылетит из банки. Не знаю, собирается ли он вылетать. Бабочку ни в коем случае нельзя брать за крылышки. Можно брать только за тело, пальцами двумя, а очень аккуратно. Может, ты просто переползешь ко мне на руку? Мне не надо даже его брать, он сам зацепился. Посмотрите, какой он красивый, какой у него нереальный окрас крыльев изнутри. Ааа, мне щекотно пальцем. Посажу его вот сюда на штатив. Теперь, наверное, будет тут пока что сидеть. Банку нужно хорошенько помыть, высушить и обратно положить в нее шарики Орбис. Но воду налить теперь так, чтобы шарики продолжали выделять влагу, но сверху высохли, чтобы бабочка, если родиться, села на сухие шарики и не промочила крылышки. А вы, ребята, ставьте лайк, если вы хотите увидеть, как родятся остальные. И я очень сильно постараюсь это заснять на видео, потому что я безумно хочу увидеть рождение бабочки. Кстати, по поводу шариков Орбис. Многие спрашивали про них, вот они нужны в банке с куколками для поддержания влажности, а не для красоты. Мне так понравилось наблюдать за их жизнью и развитием, что я решила в подаренную мне ферму сама купить еще одну очень необычную бабочку. Очень большую. У нее просто гигантская куколка. Посмотрите, какая она огромная, ребят. Это будет бабочка Калиго. Они обитают в тропиках и субтропиках Америки. Необычные именно своим окрасом крыльев на нижней стороне. У них там большие круги, напоминающие глаза совы, поэтому Калиго еще называют бабочка-сова. Эти глаза нужны ей, чтобы отпугивать хищников. Благодаря вашим комментариям, вот эту пару бабочек-парусников я назвала Ева и Фиона. Малышку Балину предложили назвать Коко, а Коцебу, который будет черно-красным, я назвала Ред. Поэтому напишите, ребята, внизу в комментариях, как мы назовем вот эту гигантскую куколку Калиго. И будем ждать, когда они все родятся. Кстати, вы заметили, что Коцебу как-то покраснел, изменился? И у меня еще есть подозрение, что кое-кто все-таки не вылупится, но я буду все рассказывать. И надеюсь, у нас все получится, ребят. Вот, точно, ребят, посмотрите, Коцеб уже должен быть черно-красный. Мне кажется, она скоро родится. Видите, там красненькая уже вылазит. Может быть, это крылышко. Так как Морфа живет уже не в банке, я по инструкции брызгаю его водичкой из пульверизатора. Бабочку 2-3 раза в день нужно опрыскивать обыкновенной водой на расстоянии 20-30 сантиметров. Это тоже нужно именно для влажности. Да, нравится тебе. Я делаю трипшика, и он прям так оживает сразу всегда. Вот тут Морфа провел свою первую ночь после рождения. Морфа ночует вот в такой коробочке, в нее я кладу ватки с моченой водой. Это как бы замена орбис, а утром уже выпускаю летать. В течение дня Морфа просто летает по комнате, где-нибудь сидит, особенно любит сидеть на шторах. И очень любит прилетать и садиться вот так вот на руки. Но только ни в коем случае нельзя, чтобы в комнате, где живут бабочки, были какие-то горячие источники света, потому что у них есть инстинкт лететь на свет, и они могут просто обжечься и умереть. Точно так же многие спрашивали, можно ли выпустить вот просто на улицу. Нет, там холодно и кушать им нечего. Кстати, на моем канале Animagic вышло видео новое страшилки-смешилки, и там можно посмотреть прям как Морфа летает. А в инстаграме моих питомцев можно почитать всякое разное и посмотреть фотки, как, например, он сел мне прямо на лицо. Ссылочки на все я оставлю для тех, кому интересно, внизу, ну и на личном канале моих питомцев, собачек и кошечек тоже видео, и там итоги конкурса нашего гивэвэй. Короче, теперь самое интересное для меня лично. Кормить бабочек можно каждый день или через день. Первый день я не кормила Морфа, только побрызгала немножко и оставила его ночевать. А на второй день после рождения Морфа я первый раз в своей жизни и в его жизни тоже покормила его. Сама это нечто просто, ребят, невероятное. Сейчас будем кушать первый раз в жизни. Да, кушать. Ты понял, что мы кушать будем? Ты ползешь по руке. Я предполагала посадить Морфа либо на листочек, либо на вот такую ватку, либо на досочку, потому что написано, что нужна шершавая поверхность. А досочка, вот, к сожалению, только такая у меня. Там написано, что жидкость нужно налить на какую-то шершавую поверхность. Ну, что поделаешь, ничего другого шершавого у меня нет. Я сделала ему сироп, как написано в инструкции, 2 чайные ложки на стакан теплой водички сахара или меда. Ой, Морфа сам расправил хоботок и мне не пришлось это делать зубочисткой. Можно ему, конечно, помочь. Вот. Ты ищешь, да? Ищешь, смотри. Морфа уже почуял еду и прям ищет хоботком, где, где, где еда, где еда. Но он еще совсем ребеночек, ему нужно помочь. Но, кажется, он понимает, где, 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 начинает сам нащупывать. Давай. Если это хоботок, то он, наверное, вот, да, вот так вот будет сам пить эту жидкость. Морфа, какой ты молодец. Ты сам пьешь, сам кушаешь. Все? Ты наелся, Морфа? Морфа, ты больше не хочешь кушать? Или ты ищешь еду? Все время пытается заползти на руку. Но у меня нет здесь еды. Морфа, как понять, что ты наелся, а? Давай прочитаем в инструкции. Я прочитала, что нужно подержать хоботок в сиропе несколько секунд. Если хоботок остался в еде, после того, как вы убрали зубочистку, бабочка кушает. Если хоботок свернулся, бабочка не голодна. А для того, чтобы покормить голубую Морфу, достаточно посадить ее в сироп передними лапками. Ты будешь еще все-таки кушать, да? Морфа радуется, наелся и больше не хочет. Пополз на инструкцию. Ну что, ты полетишь куда-то сейчас? Улетел. Ну и потом, углубившись в чтение о бабочках, я узнала, что они живут всего от двух дней до двух недель. А потом умирают. Есть такой миф, что бабочка живет всего один день. Это не так. Но это очень грустный и печальный факт для меня. Мне стало очень обидно почему-то. Хотя я понимаю, что это просто природа, такова жизнь. И когда я это узнала, я для себя решила, что, скорее всего, я не смогу больше завести бабочек после этих. Потому что это очень печально для меня. И я не смогу, наверное, это переживать каждый раз. Но такова природа, жизнь. И зато сейчас у нас есть с вами просто прекрасный, офигительный шанс наблюдать за их жизнью. За тем, как они развиваются, рождаются, растут. Ребята, он точно рождается. Вот, я прямо сейчас снимаю. Я запустила стрим на канале, и он прямо на стриме родился. Все, ждите скоро видео. Смотрите новые ролики на других каналах. Там внизу ссылочки. И увидимся скоро. Лети, Марфуша! Он полетел.